Удивительное чувство на мгновение Помимо того, что я проводник зрительский по закулисью, я такой же участник, как они. Моя задача — это не только провести, но и также пронаблюдать за зрителем, за его ощущением. Я смотрю за состоянием человека, я смотрю, в каком он настроении, я смотрю, запутался он, не запутался, участвует, не участвует. Я прекрасно помню свое состояние, когда я еще не принадлежал к театральному миру, когда я ходил в театр в первую очередь как зритель. Я вообще не представлял, что происходит за кулисами и что от моего образа раскрыто. Я это состояние прекрасно помню, и я прекрасно понимаю, почему зритель хочет на это ходить и хочет это посмотреть. Признайтесь, заглянуть в закулисье хоть разок хотелось бы каждому. Таинственный и волшебный мир театра, где рождаются и живут истории, которые мы, зрители, видим уже ограненными на сцене спектаклями. Как происходят процессы там, до выхода на сцену? Запрос на экскурсии по закулисью стал настолько настойчивым, что променад не мог не появиться. Я сделала променад по улицам города. Мне показалась, это вообще классная идея, что была бы бродилка, уже заранее бы прописанная. Никому об этом не говорила, но все случайности не случайны. В нашем городе оказался Сергей Сергеевич Юнганс, с которым мы общались, и он мне говорит, вот что бы ты сделала в театре, если бы можно было бы сделать все? Я говорю, ну, наверное, бы экскурсию в наушниках, чтобы было две ветки разнонаправленные, два маршрута, они бы пересекались, люди бы, придя на одну экскурсию, очень бы хотели попасть на другую, потому что они иногда видели бы других людей. Он сидит и говорит, а почему ты это не сделаешь? Зерно этого разговора попало в благодатную почву, и Екатерина села писать. Принимала предложение и редактура от других сотрудников театра, в частности, от Юрия Борисова, чей гениальный голос звучит на протяжении всей прогулки, делится с экскурсантами воспоминаниями, наблюдениями и статистикой. Актеры – это как раз зрители. Кто-то заходит на малую сцену, садятся на зрительские места. Какая-то группа, наоборот, встает и идет сразу на сцену. Кто-то плачет на большой сцене, кто-то смеется, кто-то начинает танцевать. Всегда у всех зрителей, у всех участников разные атмосферные настроения. Скажем так, они создают атмосферу спектакля, несмотря на то, что у всех один и тот же голос в наушниках, один и тот же маршрут, и все действия нами уже как бы запланированы. Осталось добавить, что билеты на променад разлетаются мгновенно. А к следующему сезону в задумке у создателей – новая экскурсия. От XIX века и до наших дней в музейной галерее театра и кино собрали целую коллекцию вещей, рассказывающих об истории великих артистов, которые родились в нашем регионе или как-то связаны с Рязанской землей. Идею этого проекта Ольга Серегина вынашивала давно. И вот спустя год работы с архивами и сотрудничества с краеведами музейная галерея практически готова к открытию. Тем было много. И рассматривали самые интересные. И поняли, что в Рязани нет такого места, где могли бы быть собраны все экспонаты о наших творческих людях, людях театра и кино. Часть экспонатов – моя личная коллекция. Многие экспонаты нам присылали из Москвы. И люди, коллеги актеров этих, которые знали их при жизни, собирали их афиши, фотографии, они с удовольствием нам прислали по почте. Некоторые привезли лично. Например, супруга Игоря Старыгина, Екатерина Табашникова, привезла нам, поделилась личными вещами Игоря и предоставила в нашу музейную галерею. Любовь Толкалина, Юрий Быков, Владислав Абашин, Илья Малаков. И это только часть талантливых рязанцев, чьи фотографии, личные документы, награды и афиши можно увидеть в музейной экспозиции. Более того, по словам сотрудников галереи, коллекцию планируют регулярно пополнять. Экскурсия вообще будет начинаться с того зала, где мы сейчас находимся. А тут мы расскажем немного вообще об истории кино, какие известные актеры там входили. Например, как Ирина Пегова, тот же самый Игорь Старыгин, который, мне кажется, все знают его по роли Арамиса в фильме «Д'Артаньян и Тремешкетера». Я думаю, что экскурсия будет интересна любому возрасту, и взрослым, и детям. Если это дети, то это будут проводиться мастер-классы какие-то, также с небольшой интерактивной программой. Смогут поучаствовать, наверное, даже в каких-то небольших спектаклях. А еще на экскурсиях покажут отрывки из фильмов с участием наших рязанских актеров на настоящем пленочном кинопроекторе. И любой сможет погрузиться в историю Рязанского театра и кино в соответствующей атмосфере. Вы знаете, выставки бывают разные. Я видела, как эта выставка распаковывалась, накроилась, развешивалась, потом она висела, и я бродила по ней. И такая выставка меня посетила. Я задала себе вопрос, когда последний раз я смотрела в зеркало, чтобы не посмотреть, как лежат волосы или застегнуты все публиции, а чтобы посмотреть и ответить на вопросы неудобные, сложные, возможно, ненужные, но которые человечество задавало, задает, чтобы задавать. Фарфор, стекло, дерево, керамика. В работах московской художницы прослеживается яркая индивидуальность и характер взаимодействия человека с миром. Сама Марина Степанова-Ланская считает эту выставку неким подведением итогов за пять лет своей работы. Рассвет профессиональной деятельности автора отражают 80 произведений, представляющих собой духовные образы, вечные и современные. Техника нетрадиционная. Все как-то само собой получилось. Уже очень много лет работаю и вышла на такую технику, которую я бы назвала авторская техника. Меня вдохновляет сама жизнь. Я живу каждый день и каждый день что-то создаю. О чем я думаю каждый день, то и в работах. Началось все с художественной школы. В 10 лет я пошла в художественную школу, ее закончила. Потом художественное училище Суревковское, потом институт. И вот так вот как бы и не думала про другие профессии. Художественно-выразительные возможности такой живописи лежат в самой сути авторского стиля. Ведь помимо мастеров создания работ принимает участие огонь. И по словам художника, последнее слово остается именно за ним. Взаимодействие керамических красок происходит при высокой температуре. Все произведения изначально пишут серо-коричневым керамическим пигментом. А вот такая вот полихромия, наполненная цветом и светом, получается уже после обжига работ. Центральное место в искусстве мастера отведено человеку. Его образ в работах художника-керамиста созерцателен и уединен. В отдельную группу сотрудники музея выделили такие произведения, как «Вселенная» для Резо Габриадзе, где мастер воплотила свое видение духовного состояния яркой личности сценариста и драматурга. В диалоге с собой есть также произведения, которые задают вечные вопросы. Это называется культурный слой. Здесь можно рассмотреть какие-то орнаменты, которые присутствуют в храмах древних, 18-й век, 19-й. И то, что от этого осталось. Ну, это как бы предупреждение человеку, что нужно более бережно относиться к своей истории и к своему прошлому. Марина Степанова-Ланская – признанный художник, чьи работы хранят ведущие музеи не только в России, но и за рубежом. Познакомиться с удивительным миром керамики в уникальной авторской технике можно до 15 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова